Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии не только этой недели, но и уходящего года. Мы так долго шли к этой дате, настраиваясь на более высокую и интересную волатильность на финансовых рынках, ну вот, к сожалению, не случилось. Хотя фондовики сейчас мне возразят наверняка, потому что американский фондовый рынок перевыполнил все нормы. Если говорить о факте рождественского ралли, то обычно под рождественским ралли подразумевают пять последних торговых сессий уходящего года и две торговые сессии нового года. С 1950 года американский фондовый рынок в этот период времени рос более чем на 1,5% в 80% случаев. Этот год явное перевыполнение нормы, потому что американский фондовый рынок, если говорить об индексе, например, широкого рынка S&P 500, восстановился за последнюю неделю больше чем на 3%. И сейчас остается на исторических рекордных максимумах и уровнях. В таких условиях, друзья, мы уже касались темы S&P, я отмечал, что этот индекс точно стал дружеским для нас, для трейдеров, инвесторов компании Markets, потому что очень много идей было по индексу S&P в этом году. Все они предполагали преимущественно рост этого инструмента, и индекс S&P позволил нам неплохо заработать. Я думаю, что в новом году мы точно с вами вернемся к трейду по этому сектору финансовых рынков, но будем уже исходить из того, что с ним может произойти с учетом корректировки позиции политики Американского Центрального Банка. На нашем сайте уже есть квартальный обзор, который в целом является подведением итогов этого года и прогнозом на первый квартал 2022 года. Отдельной секцией описывается перспективой американского фондового рынка и индекса S&P 500. Если вам интересен этот актив, не поленитесь, друзья. Ну, познакомьтесь с материалом, почитайте. Кроме того, если будут комментарии и фидбэк, я буду вам только за это благодарен. По остальным финансовым активам закрываем этот год довольно вяло, оно и понятно. Сейчас, в принципе, даже некому торговать. Многие уже на новогодних праздниках, те, кто еще остался, как я ранее отмечал, не могут сейчас открыть позиции, потому что нет хороших триггеров новостных для того, чтобы это сделать. Экономический календарь практически пусто. Ну, и есть, конечно же, риск попасть в просаг, если принять неверное решение на тонком рынке, который подвержен мощным движениям в отсутствии даже какого-то новостного триггера. Это и есть свойство тонкого рынка. И многие предпочитают просто уже перенести торговую активность на следующий год. Друзья, я как представитель брокера АХА Маркетс, как трейдер, хочу порекомендовать вам, может быть, это было бы странно сейчас, но все-таки уже, наверное, не торговать в последний день уходящего года, потому что, скорее всего, движения уже и не будет, ну и, во-вторых, лучше бы сейчас вам сфокусироваться на новогодних праздниках, на том, как вы их проведете, на новом годе, собственно, как вы его встретите, потому что очень важно, чтобы вы за эти дни, когда не будет аналитики, не будет возможности торговать, все-таки остались с хорошим настроением, очень важно, чтобы вы начали Новый год с хорошим настроением, потому что именно настроение трейдеров – это одна из основных причин и факторов успешной торговли. Тем более, что если говорить про наши сейчас основные торговые активы, там, в принципе, даже не о чем, не о чем комментировать. Индекс доллара, те же самые уровни, 96 пунктов, хотя очень хороший бэкграунд сейчас у нас накопился уже для активных трейдов в новом году, потому что этим бэкграундом является высокая доходность американских облигаций, десятилетки сейчас котируются на отметке 1,51%, и это, конечно же, очень явное подтверждение того, что ФРС готовится повысить процентную ставку. А статистика – вчерашний релиз первичной заявки на пособие по безработице. Те, кто был скептиком в отношении этого релиза и считал, что данные, скорее всего, разочаруют, были неправы, потому что мы получили еще один сильный отчет. И вкупе с теми релизами, которые были раньше, активность в промышленном секторе, в сфере услуг, прочие отчеты по рынку труда, бизнеса, оптимизма, доверие потребителей, конференц-борта, мичиганский индекс, темп экономического роста, заказы на товары длительного пользования. Друзья, не к чему вам придраться. Но действительно хороший фундамент, на который можно отстраивать жесткую позицию регулятора. Поэтому я еще раз призываю вас обдумать перспективы доллара от предстоящей новогодней праздники, если у вас будет время подумать о том, как действовать на финансовых рынках. И уже в январе решиться на открытие конкретной сделки. Я буду транслировать идею потенциального роста доллара с вероятностью 100%. Прямо с первых чисел января. Потому что прямо с первых чисел января мы начнем готовиться с вами к первому в этом году, в новом году точнее, заседанию американского регулятора. Где снова услышим о планах относительно сворачивания, полного завершения программы количественного смягчения и первого потом роста процентных ставок. По остальным активам все так же. Евро вниз, британскую валюту тоже жду пониже. Очень интересное интервью я вчера наблюдал на канале Bloomberg, где задавались правильные вопросы, которые сейчас интересуют всех. Почему же на таком росте числа заболевших не вводятся дополнительные ограничения? На что один из экспертов отметил, что все довольно-таки просто. Власти сейчас перед праздниками не хотят существенно ужесточать ограничения. Хотя понимают, что это необходимо сделать, но не хотят этого делать, чтобы не провоцировать негативную реакцию в момент именно вот этих новогодних праздников. Негативную реакцию населения. Это то, что могло бы привести к социальным волнениям, протестам и так далее. Конечно же, властям это не нужно. Но, возможно, если в ближайшие дни коронавирус, в частности, его вариация омикронштамп продолжит так же активно распространяться, то после праздников последуют новые ограничения. И тогда мы с вами снова возьмемся за голову, описывая перспективы экономик валютного блока, других регионов. И будем смотреть на скудные показатели активности потребительского сектора, сферы услуг и в целом экономического восстановления. Потому что, как бы не хотели сейчас подсластить пилюлю тем, что низкий процент госпитализации, довольно легкая форма протекания болезни. Нужно понимать, что факт того, что человек болеет, в конечном счете, все это приводит к усилению давления на медицинский персонал, на персонал прочих предприятий. Кстати, вот очень показательным примером является сейчас гражданская авиация в США, где отменяют по-прежнему тысячи рейсов, потому что некому обслуживать эти рейсы из-за персонала, который сейчас на карантине, потому что ранее контактировал с теми, кто был заражен. Негативные последствия, друзья, будут, поэтому у нас средний срочный посыл останется на снижение рисковых инструментов и укрепление позиций доллара. И что касается все-таки сектора, который будет торговаться даже в выходные, кому уж прям совсем будет интересно, у кого руки чешутся и не хочется отдыхать, это рынок криптовалют, друзья. Как вы знаете, с некоторых пор компания Амаркет задает возможность торговать этим сектором 24 на 7. Пользуйтесь этой возможностью, тем более, что сейчас есть очень хорошая фундаментальная трендовая установка на то, что рынок криптовалют будет дальше слабеть. В частности, биткоин уже котируется на отметке 47 315 долларов. При все-таки дефолт ивергранда, который я ожидаю уже в январе, почему бы нет, учитывая просрочку этих долларовых обязательств по платежам, это может серьезно спровоцировать еще одну волну активных распродаж и продавить биткоин к тем целям, которые были обозначены ранее. Многие скептики, и я в их числе, допускают, что следующей остановкой мощного медвежьего ралли для биткоина может стать поддержка 30 000 долларов за одну единицу. По остальным активам сейчас, друзья, даже и смотреть не на что, поэтому я еще раз призываю вас, если все-таки говорить по существу и моя рекомендация, оставьте уже эти финансовые активы, отдохните, соберитесь, друзья, силами, потому что Новый год, новые возможности. Я, как человек, который представляет аналитический департамент компании Amarkets, компания Amarkets в новом году продолжит создавать для вас самые лучшие условия для торговли, условия для принятия решений, это, конечно же, акцент на аналитику. И каждого из вас хочется отдельно поблагодарить за то, что вы составляете часть нашего большого, постоянно растущего трейдерского сообщества. И от себя отдельное, друзья, спасибо тем, кто ставит лайки. Ну, на этом давайте тогда завершать практически этот год. Желаю вам хорошо провести эти праздники. И до скорых встреч, которые, в принципе, уже совсем скоро состоятся, буквально через несколько дней, потому что в первых числах января я снова вернусь к вам, друзья, чтобы вместе анализировать общий новостной фон. Всем пока и с наступающим!